в этом видео я покажу тебе 5 полезных фишек снапсид о которых ты не знал а если и знал то скорее всего не понимал как ими пользоваться и так в эфире серджио корсар как вы из названия поняли это мобильная обработка видео для удобства просмотра на ваших телефонах вертикальная поэтому вы можете смотреть и обрабатывать вместе со мной в любом месте дома и на даче в электричке и в поле все материалы для этого тьюта который я использую в этом видео доступны по ссылке под видео поэтому ты можешь их скачать и попрактиковаться вместе со мной в обработке итак приступим первая фишка снапсид это шикарный как я считаю инструмент по исправлению геометрии архитектуры который абсолютно ничем не уступает профессиональным инструментом находящимся photoshop или в lightroom итак открываем снапсид и приступаем итак перед нами чудесное архитектурное строение которое своим внешним видом просто впечатляет но ввиду использования как правило широкоугольных объективов камеры или телефона мы получаем вот такой вот эффект и так как его поправить идем в инструменты кликаем перспектива здесь мы видим четыре основных значка давайте быстренько пройдемся по порядку первый значок позволяет мгновенно исправить искажение нашей камеры как вы обратили внимание по углам снапсид дорисовал те участки которые у него отсутствовали после применения этого инструмента это работает не всегда корректно поэтому если вы заметили что снапсид накосячил все очень просто кликайте галочку кликайте инструменты кликайте кадрирование и убираете те участки где снапсид накосячил кликайте галочку давайте посмотрим было стало это еще не все перед нами вот такой замок более завалившийся давайте попробуем поработать с ним и так идем в инструменты перспектива четыре инструмента с наклоном мы уже с вами познакомились можно использовать его и также путем кропа убрать лишнее там где накосячил снапсид а можно применить другой инструмент например произвольно инструмент произвольно дает нам возможность осуществлять правки двигая нашу фотографию аккуратненько как полотно недостаток этого инструмента в том что участки изображения которые находятся слева и справа они скрываются за краем за границы нашего изображения после применения такого инструмента как мы видим наш замок стал как будто плоский как будто его немного приплющила для этого есть еще один инструмент правки геометрии в снапсид переходим в режим и выбираем масштаб и теперь мы можем нашему изображению вернуть первоначальный масштаб отлично кликаем галочку смотрим было стало также если в процессе работы у вас завалился горизонт здесь есть замечательный инструмент поворот и вы можете легко поправить горизонт на вашем снимке вторая фишка это умение снапсид работать со слоями и это дает нам обширное поле для творчества также снапсид умеет делать красивые текстовые надписи и давайте мы с вами совместим эти обе фичи для того чтобы сделать 3d картинку ну например обложку карусели в instagram и так перед нами фотография пустого вагона метро я хочу такой снимок использовать как обложку для карусели в instagram и хочу сделать надпись идем в инструменты идем в текст два раза кликаем на строчку всплывающем окне еще два раза кликаем на текст делаем надпись размещаем наш текст строго по центру но чтобы например буквы заходили за какой-нибудь выпирающий элемент кликаем галочку ведем палец вверх нажимаем на кнопочку слои посмотреть изменения текст кликаем кисть нажимаем кнопку инвертировать увеличиваем изображение и если вы залезли за края ничего страшного видите сейчас по центру на текстом стоит нолик слева и справа стрелка кликаем на правую стрелку делаем 100 и осуществляем более тонкую более ювелирную обработку теперь перемещаемся в левый край изображения теперь перемещаемся в правый край изображения кликаем галочку ведем палец вверх влево кликаем на стрелку и получаем вот такой вот шикарный 3d эффект текста креатив и воображение в помощь друзья мои и теперь зная вот этот вот эффект вы сможете практически на любой фотографии вписать очень красиво текст ваш интерьер ваше изображение или например сделать вот как я на этой фотографии 3 фишка снапсид это точечная коррекция инструмент позволяющий убирать мусор с дороги и провода с неба и так передо мной вот такое замечательное изображение но что меня здесь смущают это вот эти вот провода и уж конечно в инстаграме я такое публиковать не буду я эти провода должен каким-то образом убрать убрать их можно в лайтрум убрать их можно photoshop убрать их можно в снапсид снапсид это работает очень легко и просто итак идем в инструменты выбираем точечная коррекция инструмент похожий на крестообразную заплатку увеличиваем и теперь просто проводим пальцем по проводу который хотим удалить ну как вам и проводим до конца как вы видите от провода не осталось и следа двигаемся дальше что у нас происходит когда два провода находятся рядом они у нас либо не будут убираться либо будет появляться вот такая вот каша что нам нужно для этого сделать давайте отменим действие просто кликнем стрелочку влево я увеличу изображение провожу по проводу делаю буковку п провожу по проводу другому отлично если у вас остался вот такой вот торчащий обрубочек вам просто необходимо аккуратно пальцем кликнуть по центру и он исчезнет если действие не нравится вы всегда можете его отменить ведем ведем и ведем провода по центру я предлагаю поправить и объясню почему принято убирать провода те которые ведут и в никуда которые по ощущению зрителя крепятся за небо но если провода находится между объектами это смотрится нормально естественно и такие провода убирать совершенно не обязательно четвертая фишка это дополнительный инструмент в кривой которого нет не в lightroom не фотошопе а вот snapseed он имеется и давайте посмотрим как он работает итак перед нами фотография сделанная на телефон и она немного засвеченная такое бывает на телефонах да в отличие от камеры на телефоне всегда к сожалению не хватает того самого hdr широкого динамического диапазона и в этом случае нам на помощь приходит этот замечательный инструмент snapseed и так идем в инструменты кривые канал сейчас вы видите четыре значка rgb красный зеленый синий с ними вы уже знакомы мы не раз с ними сталкивали с вами при обработке в lightroom фотошопе а вот значка освещенность самый крайний справа вы его никогда не видели в snapseed он есть так давайте посмотрим как он работает в цветные каналы мы с вами не полезем понятно что это уже тонирование давайте посмотрим на канал rgb и так он не активирован rgb за счет него я могу поработать над контрастом изображения и но при этом я все равно не могу добиться результата чтобы информации на светлых участках на стене на асфальте стало больше и вы тут нам на помощь приходит инструмент освещения если мы с вами проведем более кардинальную настройку то мы увидим как работает инструмент rgb как работает инструмент освещения он работает более мягко и за счет того что я прогибаю сейчас его вниз я улучшаю текстуру на стенах на асфальте давайте мы поработаем отдельно со светлыми участками и так темные участки у меня достаточно темные я их трогать не буду я их закреплю а вот средние тона мне нужно понизить как вы знаете изображение в кривой отображается в светах слева направо сначала идут темные потом средние тона и потом самые светлые и так как самые темные участки на фотографии меня устраивали и больше их затемнять не было смысла я проработал только средние и светлые участки прогнув кривую в правой части гистограммы и зафиксировав левую часть и так кликаем галочку смотрим какое изображение было и какое стало как еще работает этот инструмент давайте возьмем другое изображение например вот это идем в инструменты в кривые канал освещенность я просто прогинаю кривую вниз и получаю вот такой уже достаточно интересный красивый эффект что будет если я прогну канал rgb повышается общий контраст лезет насыщенность изображения становится нереалистичным по практиковавшись вы поймете где как и когда применять этот инструмент и я больше чем уверен он не раз вас еще выручит двигаемся дальше 5 инструмент снапсид это улучшение цвета кожи выразительности глаз исправления геометрии лица да да вы не ослышались именно лица и это особенно актуально для девочек которые любят делать селфи но будет полезные парням а все дело в том что при фото селфи мы используем широкоугольный объектив нашего телефона чтобы мы поместились в кадр а побочка ширика это искажение геометрии и снапсид умеет исправлять все то что наделал натворил ваш телефон но все по порядку и так мы идем в инструменты кликаем портрет как вы видите у нас есть значок цвет кожи и мы можем его преобразить например сделать бледным сделать чуть светлее и это в данном случае придало цвету кожи легкий персиковый оттенок добавить немного загара и усилить эффект загара но это еще не все это только автоматический режим например вы кликнув на фильтр смуглый можете кликнуть настроить и дополнительно проработать еще выровнять тон убрать излишние блики осветлить глаза также кликнув на шаблоны вы можете выбрать из этого достаточно богатого набора уже заготовленные фильтры смотрим было стало теперь самое главное о чем я говорил это мы аккуратненько можем устранить искажение лица которая подарил нам широкоугольный объектив нашего телефона и так идем инструменты нажимаем положение головы и теперь аккуратненько мы можем развернуть слегка влево и сделать более естественный ракурс когда вы работаете с этим инструментом периодически кликайте на значок верхнем правом углу было стало для того чтобы не оторваться от реальности и не испортить лицо любимой девушки также если мы с вами кликнем на кнопочку настроить то мы можем увеличить размер глаз добавить улыбки вот здесь советую действовать крайне осторожно иначе мы можем все только испортить поэтому совсем чуть-чуть в районе 5 будет достаточно и поправить фокусное расстояние это как раз то о чем я и говорил это дополнительно исправит искажение нашего объектива отлично кликаем галочку и так смотрим было стало итак друзья 5 фишек которые выведут ваши фотографии на новый качественный уровень и если видео было тебе полезным ставь лайк и пиши комментарий под видео будет находиться тайм-код чтобы ты смог пользоваться при необходимости этой шпаргалкой везде всегда в любом удобном тебе неудобном месте подпишись чтобы не пропускать новое полезное видео если тебя интересует цветокоррекции тонирования фото у меня для тебя есть предложение по моим авторским пресетом и она находится в описании к этому видео на сегодня это все всем творческих высот друзья пока и до новых встреч